В стенах общеобразовательного учреждения номер 2 инспектор про пропаганде безопасности дорожного движения Абдул Насар Тавбиев принял участие на классном часу 2-го класса. Ни для кого не секрет, что правила дорожного движения – это гарантия безопасности на дороге, где присутствует очень много сигналов, предупреждающих пешеходов об опасности и помогающих ее избежать. Учениками были подготовлены тематические выступления. По проезжей части едят все по правой стороне. Это правило движения нашей действует в стране. Люди по обочине двигаться должны транспортом навстречу с левой стороны. Если лежит под перекрестком, есть подземный переход. По нему через дорогу ходит каждый пешеход. Перекресток переехать и дорогу перейти. Все нельзя одновременно не столкнувшись на пути. Как отметил Абдул Насар Тавбиев, в настоящее время светофор является самым распространенным прибором для регулирования дорожного движения. Инспектор рассказал много интересного и нужного для детей, отметив самое главное, что должен знать каждый человек. Дорожной разметкой считаются линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, которые применяются самостоятельно и в сочетании с дорожными знаками или светофорами. Вы должны, ребята, сами себя сохранить, потому что вы, наверное, не забыли, что у нас в прошлом году была учащаяся этой же школы. Мальчик, выйдя с маршрутки, начал перебегать на дорогу и попал под машину. И, конечно, к сожалению, скончался в больнице. Такие случаи нельзя забывать, потому что эта дорога – очень опасное место для пешеходов. Нужно переходить только на пешеходном переходе. Целью проводимых мероприятий является закрепление знаний детей о правилах дорожного движения и профилактики детского дорожного травматизма среди школьников, а также уточнить и расширить представление детей о правилах дорожного движения. В завершении мероприятия инспекторам были розданы светоотражающие элементы, предназначенные для ношения на верхней одежде, чтобы в позднее время водители могли видеть переходящих дорогу детей. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».